Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. А начинаем выпуск с новости, которая стала известна только что. Мне сообщили, что главный самарский волшебник Дед Мороз только сегодня, в предновогодний день, может исполнить желание наших горожан. Принимать гостей он будет у себя в резиденции и... Знаете, пожалуй, выпуск может подождать, а таким шансом надо воспользоваться. О, ты тоже уже слышала эту новость? Ага, есть желание, которое хочется исполнить. Ну тогда проходи, а то мне еще сформулировать надо. Привет, дедушка! Здравствуй, внученька! Проходи, говори о своих желаниях! Ой, дедушка, я все снимаю да снимаю. То кружочки для телеграма, то стендапы записываю. Но хочу видеть себя на всех билбордах города. Или рекламу на трамвае. Хо, хорошее желание! Но, боюсь, до Нового года не успею. Но в работу взял. Есть еще желание? Знаешь, есть. Я хочу удивить своих гостей за новогодним столом. Знаешь, что-то такое нестандартное, нетрадиционное. Вот это хорошее желание. Есть один мастер, который тебе с этим поможет. Да пусть случится же чудо новогоднее. Ого, какая встреча! Привет! Привет! Вот, дедушка Мороз постарался. Да, это точно. Ну что, я готова. С чего начнем? Мы сегодня делать будем настоящую икру форели. Ну, почти настоящую. Для начала мы берем рыбный суповой набор, который можно купить в любом магазине. Зелень свежую, соль, перец душистый, либо черный горошек и лавровый лист, чтобы приготовить рыбный бульон. Добавляем туда пару листочков лавровки. Довольно-таки хорошо солим, чтобы наша икра была как настоящая. Добавляем туда перец. Берем репчатый лук. Заранее его подпекаем, чтобы он дал аромат и цвет нашему бульону. А шелуха вот где-то? Шелуху нужно тоже оставлять, она еще более яркий цвет отдаст. То есть так даже лучше? Да. Заливаем это все водой. Наваривается бульон. Соответственно, с этим расчетом берем чуть больше воды и ставим на медленный огонь. Итак, у нас пролетело 3 часа, наш бульон готов. Мы его отцедили, добавили 3 капели пищевого красителя и добавили 1 чайную ложку агар-агара. Он получился у нас такой вот красного цвета и взяли мы всего литр. Сейчас он должен маленько остыть, потом я покажу, что делать дальше. Прекрасно. Ого! Что это у нас такое? Новенькое. Это обычное растительное масло, которое мы предварительно убрали в морозильную камеру, чтобы оно застыло. Сейчас объясню почему. Готовый наш бульон, уже с агар-агаром и красителем. Мы набираем шприц. У нас уже кухня с медициной как-то. Немножко молекулярной кухни добавляем. Теперь мы потихонечку отсаживаем в охлажденное масло, чтобы у нас икринки сразу же мгновенно застывали. А можно я попробую? Да, конечно. Медленно, аккуратненько, чтобы капелька падала. Прекрасно получается. Даже как-то расслабляет, я могу сказать. Ждем, когда последние икринки у нас упадут. Можно так постучать. Фактически уже все осели. Что делаем дальше? Теперь сливаем нашу готовую икру на сито. Интересно, что получится. Сколько ее там? Ой, какая крупная икра. Интересно, моя это, которая, наверное, помельче, да? Я такую царскую делал. Денис, такая красота у нас получилась. Как подавать будем? Подавать мы будем сегодня с вами именно в свежем огурце со сливочно-творожным сыром. Вы также можете сделать дома либо в тарталетках с маслом сливочным, либо с багетом или батоном, как вы любите дома сами. Нарезаем такие вот небольшие бочонки. Следующее, что мы делаем? Мы убираем отсюда мякоть. Туда будем добавлять творожный сыр. Аккуратненько, не сломать. Самое главное огурец. Теперь сама попробуешь? Да, давай. Аккуратненько. Огурец мы можем еще разрезать еще пополам, чтобы он не преобладал во вкусе с нашей икрой. Я люблю огурец, поэтому мне это только плюс. Ну что, с этим я справилась? Отлично. Едем дальше? Едем. Добавляем немного сыра. Теперь выкладываем нашу готовую икру. Выкладываем наши огурцы. Красную икру. Я больше предпочитаю укропчик. Он очень красиво смотрится и подходит к нашему свежему огурцу. Ну что, настало время попробовать. Ну как? Класс. Игра правда как настоящая. Огурец такую свежесть придает, ну а сыр прекрасно дополняет. Дорогие телезрители, мы вас от всей души поздравляем. Желаем здоровья, счастья и успехов. И вкусного вам нового года. Дедушка Мороз, впереди же год дракона. Вот бы увидеть это грациозное создание вживую. И может в наступающем году сделать его символом нашего телеканала. У кого-то сова, у кого-то другие животные, а у самарагис дракон будет. Подумай над твоим желанием, а дракона увидеть можно. Вот чудо дивное. Террариум игуаны фени украсили новогодними игрушками. И хотя в самарском зоопарке рептилий много, его сотрудники решили, что именно у фени самый драконистый вид. И в канун 2024 года зеленого дракона поздравление будет принимать игуана. Ведь дракона в коллекции зоопарка нет. На самом деле мы точно не можем утверждать, что было много-много-много миллионов лет назад. Кто знает, может и существовали. Но, наверное, больше всего на мифических драконов походят рептилии. И больше из них это ящерицы различные и крокодилы. Игуаны – это крупные ящерицы. Могут вырастать до двух метров в длину, правда, большая часть – это хвост. И хотя игуаны имеют довольно устрашающий вид, отростки, шипы, гребень, питаются они растительной пищей. В рационе фени – фрукты, ягоды, овощи и листья. Характером обладает нордическим. И с соседом по террариуму, красноногой черепахой по имени Уголек, живут дружно. Но вот прежде, чем решиться завести игуану дома, стоит оценить все риски. Ящерица все-таки крупные вырастает, места, соответственно, занимать будет много, кушает много, в туалет, соответственно, ходит тоже немало. И в целом нрав-то у этой ящерицы спокойный, но она может быть пугливой. Когти у нее достаточно мощные вырастают. И не специально, не осознанно она может очень так хорошо поцарапать своими когтями, ну и прикусить. Хотя зубки очень маленькие и мелкие. Есть свои драконы и в Самарском ботаническом саду. Деревья Драцены. В переводе с греческого это означает «самка дракона». В коллекции ботанического сада их несколько видов. Самый, наверное, красивый экземпляр нашей коллекции – это Драцена Драко. Она у нас над головой. Ну, настоящее драконовое дерево. Драцена Драко является символом Канарских островов. В естественной природе она осталась всего лишь на нескольких островах этого архипелага. В простонародье Драцену называют «дерево дракона», «кровь дракона». С этими деревьями связано множество мифов и легенд. На острове Сокотра жил дракон. Этот дракон бесчинствовал, обижал слонов, питался их кровью. И вот в какой-то момент он напал на взрослого пожилого слона. Но не рассчитал свои силы. И слон завалил его, растоптал его. А на месте, где произошла эта бойня, из крови дракона выросли деревья. Такие же огромные и красивые, как драконы. Эти деревья назвали Драценами. В странах Латинской Америки Драцену называют «дерево любви и счастья». Там тоже есть красивая легенда. Юноша из простой семьи полюбил дочь жреца. Тот воткнул в землю сухую палку и сказал, что выдаст дочь замуж, если в течение пяти дней на ветке появится хотя бы один листик. Если нет, юношу принесут в жертву. В итоге на пятый день палка превратилась в красивое дерево. С тех пор в Латинской Америке принято дарить Драцены друг другу. Считается, что чем лучше она растет, тем сильнее любовь. Дедушка Мороз, в моем желании, наверное, только волшебство может помочь. Вот мы ведь работаем и днем, и ночью, и выходные. А вот бы нейросеть за нас картинку генерировала, да видео монтировала бы без выезда на съемки. Можешь нам в этом помочь? Ну нейросеть-то нынче в моде. Я тоже приобщаюсь с современным технологиям. Отмот в студии событий, отмот в резиденции Деда Мороза. Да, много вы работаете, но тогда и отдыхать надо так же активно. Вот, смотри, как зимой отдохнуть можно и каким спортом заняться. Зимние каникулы – отличное время, чтобы начать заниматься спортом. Выходные, никуда не нужно, проснулись, размялись и вперед на беговую лыжню. Главное – отыскать ее в городе. Но хорошо, что в Самаре таких мест много. В каждом парке обычно по периметру можно найти накатанную лыжню. А быть может, если перед прогулкой выпал снег, вы будете первыми. А в этом есть особенное удовольствие – прокладывать дорогу по свежему снегу. Для любителей более скоростных пробежек лучше ехать на специальные площадки. Например, на лыжную базу «Чайка». Там могут помочь и с подготовкой лыж, чтобы они были более приспособленными к скоростным рывкам. А для экстремалов дорога лежит на горнолыжный склон. В выходные как раз есть время, чтобы отправиться туда на целый день и попробовать как горные лыжи, так и сноуборд. А если из лыжного комплекта у вас остались только палки, то вам подойдут занятия скандинавской ходьбой. Всего две лыжные палки, удобная одежда и обувь – вот и все, что нужно для занятий скандинавской ходьбой. Это очень полезный вид спорта, особенно подходит тем, кто любит размеренную физическую нагрузку для укрепления своего здоровья, а также тем, кто проходит восстановление и реабилитацию после болезней. Нам нужны палки для того, чтобы руки сделать ногами. Наши животные бегают на четырех лапах – кошки, собаки, лошади и так далее. У них вес распространяется на все конечности равномерно. Палки нам дают именно эту возможность. И когда мы правильной техникой ходим, мы даже ускоряемся. Поначалу может казаться, что палки мешают, но когда вы поймете суть, палки будут помогать. Это в среднем для того, чтобы понять технику, освоить ее базовые вещи, где-то 8-10 занятий требуется. Ну а если вы пока не готовы тратить все выходные, чтобы поставить правильную технику скандинавской ходьбы, то тогда для вас лучшим вариантом станут коньки. Добро пожаловать на каток! Всего в городе залиты более 100 катков. В общественных пространствах, во дворах, длинные прогулочные в парке Гагарина и на второй очереди набережной. В выходные можно даже устроить себе небольшой челлендж. Каждый день выходить на новый лед и попробовать все – как массовые катки, так и уютные дворовые. Так может родиться и новая спортивная семейная традиция, которую захочется повторять. Дед Мороз, мысль у меня такая. Есть у Самары ГИС мобильное приложение, через которое эфир можно смотреть из любой точки мира. Вот бы мне такой спутник, с помощью которого мои сюжеты в другие галактики передавались бы. Ну и еще, чтобы другие планеты сигнал ГИСа принимали. Ну, какие у тебя желания внеземные? Давай про земные удовольствия. Вот еда на новогоднем столе – все вкусно и всегда. Оторваться сложно. Переедают люди, потом болеют. Расскажу, как справиться с перееданием на праздниках. Как помочь своему организму? Не садиться за новогодний стол голодным, уменьшать порции и заменять жирные и тяжелые ингредиенты более легкими. А такие советы дают эксперты всем, кто готовится провести праздничную ночь за столом. Раз в год можно себе позволить вкусно поесть, но это не должно вредить здоровью, говорят врачи. Питание должно быть полноценным. Если мы будем, например, разбирать какой-то салат, то же самое оливье. И если мы заменим этот соленый огурец на свежий, и горошек консервированный, навареный, замороженный, например, и вместо колбасы порежем коренную грудку, заправим домашним майонезом, будет очень полезный салат. На стол следует подать больше свежих или запеченных овощей. Лучше отказаться от бисквитов с масляным кремом. Вместо них подойдут фруктовые желе, йогуртовые муссы, творожные десерты. В желудке останется меньше места для жирной пищи, если пить больше жидкости. Врачи советуют ягодные морсы и безалкогольные напитки. Так как мы любим поднимать тосты, то, конечно, лучше это делать после того, как вы покушаете. Сначала что-то вы перекусили. Конечно, это лучше будет в рационе, если будет, например, что-то более, так скажем, жирненькое. Например, талетка и бутерброд с маслом и с икрой, или какой-то действительно салат с майонезом, что потом жир, он позволит, опять же, лучше не давать полного всасывания спиртного в кровь. И если уж это давать предпочтение для удовольствия, то лучше, конечно, выпрать сухие белые или красные вины. Есть и некоторые правила, как питаться на следующий день после обильного застолья. Никаких на другой день 1 января устраивать какие-то разгрузочные дни ни в коем случае не надо. Нужно также утром сделать какой-то себе легкий завтрак, типа каша какой-то, или тот же фрукт, или какой-то легкий овощ. А потом можно начать доедать то, что у вас осталось. Только помнить, что порции должны быть меньше, например, не целый тазик, тарелку салата, а одну-две ложки, например. И можно попробовать все и съесть, и не навредить себе. Разгрузочные дни можно начинать со 2-3 января. Специалисты напоминают, что при активном образе жизни застолье на Новый год не отразится на фигуре и не нанесет вреда здоровью. Поэтому заботиться о состоянии своего организма нужно круглый год, а не только во время праздников. Дедушка Мороз, ну как же так? Каждый год одно и то же. Еда-телевизор, телевизор-еда, ну надоело, придумай что-нибудь. Хочу безудержного веселья. Знаю много разных игр. И дети, и взрослые не скучают. И настольные, и подвижные. Тут по интересам подбирать надо. Вот, сама посмотри. В Новый год есть такая традиция. Сидеть всю ночь за столом, есть салаты и смотреть телевизор. Но самарцы знают толк в праздновании. Секретами веселой и интересной новогодней ночи они поделились с корреспондентами телеканала «Самара ГИС». У нас очень много всегда конкурсов. Мы сами устраиваем от каждой семьи. Большие, потому что собирается компания из много наших семей. Все с детьми. Мы сами придумываем и костюмы всегда, и разные конкурсы устраиваем. Застольные. Танцы обязательно, потому что много детей. И дружная огромная семья. Желательно, чтобы все родственники собрались. И все. Отдыхаем. Смотрим телевизор. 12 часов куранты. И потом либо поем, либо играем во что-то. На столке, да. Стольные игры. Мы обычно с семьей идем смотреть на салюты, гулять на улицу, возможно кататься на ватрушке. Если кто-то в гости приходит, можем разговаривать, играть в какие-то игры, возможно танцевать. Очень весело пройдет время, петь бывает и такое. Иногда можем просто допоздна сидеть, беседовать. А иногда, вот в прошлом году, например, пошли на площадь, отдыхали, катались на санке. Мария Давыдова в этом году к празднованию Нового года подошла основательно. Готовиться всей семьей начали задолго до вечера «Х». Мария рассказывает, вдохновение черпали из интернета. Когда все готово, задания распечатаны и нарезаны, можно накрывать стол. В программе вечера не только вкусное застольное меню, но и разнообразное настольное. Это фанты, предсказания от Деда Мороза, а для детей заготовлен целый квест. Я уже спрятала мешочек со сладостями разнообразными новогодними, и дети будут получать задания, подсказки, чтобы найти его. Среди заданий я включила фантазию, и у нас будут интересные места, где будут спрятаны подсказки, как найти этот мешок со сладостями. Будут задействованы тапочки, микроволновая печь, кухонный гарнитур, подоконник и вот такие вот труднодоступные места. Беспроигрышным вариантом для веселого вечера за новогодним столом могут стать настольные игры. Салаты и закуски убирать необязательно. Среди настолок есть такие, для которых стол не нужен вовсе или потребуется минимум пространства. Возможно, к тому времени, когда вы решите разложить игру, какой-нибудь салат уже будет съеден. В некоторые настольные игры можно играть не только без стола, но и без самой игры в коробке. Настольную игру для новогоднего вечера можно сделать из подручных материалов. Для этого понадобится ручка и бумага. Кстати, салфетки с новогоднего стола тоже вполне сгодятся для этих целей. Нарезаем вот такие вот карточки, раздаем гостям и просим написать на них имена известных личностей или вымышленных персонажей. Собираем карточки, хорошо перемешиваем. Игра длится три раунда. Не забудьте подготовить телефон, чтобы засекать время и снимать веселый процесс игры. В первом раунде за 45 секунд объясняем то, что написано на карточках. Под запретом рифмы и однокоренные слова. Ошибаться и пасовать нельзя. Объясняем, пока персонажа не отгадают. Вот она туфельку потеряла. Золушка. Волшебник в очках с такой молнией на лодке. Что? Что? О, я не понимаю. Человек или существо? Я слово даже не понимаю, что тут написано. А, это герой такой, который... Мальчик или девочка? Супермен? Да. Во втором раунде загадываем тех же героев за то же время. Но теперь объясняющему можно произносить только одно слово. В ход идут жесты и звуки. Беда. Ступа. Пасовать можно, если вы совсем не знаете, как объяснить. В третьем раунде слова запрещены. Кто угадал больше всего героев, побеждает. Игра подойдет и для взрослой компании, и для детей. Все зависит от вашей фантазии и выбранных вами персонажей. Веселого Нового Года! Дед Мороз, как было бы здорово, если бы у нас на телеканале появился собственный вертолет. Далеко уж больно мне в Самару из Новокубышевска ездить на работу. Сейчас на машине до областного правительства мы за 20 минут доезжаем, до городской администрации за 15, ну а на вертолете за 5 минут добрались бы. Тем более вертолетную площадку можно организовать рядом с клумбой, которая у нас недавно появилась. Подумаю. А еще есть желание? Конечно, очень хочется заглянуть в будущее. Как интересно узнать, что же нас ожидает. Что будет, сказать не могу, дал магическую клятву. А вот что звезды говорят, помогу расшифровать, расскажу. Сатурн в рыбах, Плутон в водолее. По прогнозу астрологов, 2024 год будет не совсем простым для большинства знаков зодиака. Новые дела, импульсивные решения и стремление поймать халяву потерпят фиаско. А случайный успех повторить будет почти невозможно. И дело вовсе не в том, что на пороге високосный год. Это же чисто социально-астрономический момент. То есть для того, чтобы догнать скорость солнца, сделали просто вот такой плюс один в феврале день. Это чисто календарный момент. Никаких судьбоносных историй. Високосный год, ну не надо его обвинять. Он обычный, нормальный такой же год, как и все. Как самым адаптивным, этот год интереснее всего дается так называемому мутабельному кресту – рыбам, девам и близнецам. Для этих знаков 24-е – время новых открытий и больших возможностей. Но только в тех сферах, где они уже находятся или успешно стартовали в 23-м. А вот рожденным под знаком овен, рак, весы, телец, лев и скорпион придется много стараться доказывать авторитет, учиться на своих ошибках и желательно самостоятельно, без посторонней помощи. Непростой год будет именно по той причине, что решения, которые мы все люди принимаем в этом году, они имеют очень далеко идущие последствия. То есть это примерно на ближайшие 12 лет. В зависимости от того, что вы делаете, какие решения принимаете, меняете профессию, что-то покупаете, что-то продаете, выходите замуж, рожаете детей и так далее. То есть глобально серьезные решения. По прогнозу астрологов, 24-й год готовит изменения в международной политике, откроются новые возможности в сфере юриспруденции. Также звезды рекомендуют беречь и личные данные, и быть бдительными в виртуальном пространстве. Не исключены информационные вбросы, интеллектуальное воровство, копирование, присвоение авторства. Поэтому проекты, которые имеют для вас особое значение, лучше всего запатентовать. Что еще из интересного может происходить? Открытие новых галактик, звезд, планет, поскольку Плутон у нас находится в знаке Водолея, а также освоение каких-то новых территорий. Сейчас предлагаются какие-то земли. Мол, берите, осваивайте, берите и осваивайте. Вот хочется сказать, берите и осваивайте. Астрологи рекомендуют расписать свой год как мелодичную сонату. В ней должен быть четкий ритм, тон, темп, пауза. При этом допустимые ремиксы и место для небольшой творческой импровизации внутри самой композиции. Создать ее поможет страсть и любовь, а сыграть по нотам дисциплины и самоорганизованность. И да, ни в коем случае нельзя плясать под чужую дудку. У вас должна быть своя. Представьте, что вы играете на каком-то музыкальном инструменте. Если вы профукали ноту, вы же не будете ее вставлять где-то, да, или там догонять мелодию. Вы просто играете с того момента, где вы обнаружили ошибку. То же самое будет в течение года. Для всех хорошие рекомендации. Если вы уже опоздали, делайте то, что сейчас в данный момент актуально. Потому что если вы будете пытаться что-то догнать, пытаться подумать, а может быть поиграть, доиграть и так далее, не надо этого делать, вы теряете время. Специалисты советуют не принимать в 2024 году импульсивных решений. Год будет хорош для тех, кто уже зарекомендовал себя как профессионал. Для этих людей откроются новые возможности в области профессии и бизнеса. Если вы новичок в своем деле, в своей профессии, для вас это год наработки, опыта 100%. То есть в зависимости от того, как вы себя зарекомендуете в своей новой теме в 2024 году, далее это будет работать либо на вас, либо против вас. Это вот прям четко. И снова мы возвращаемся в студию наших новостей. Как мне сейчас сообщили, наши журналисты успели исполнить свои желания. И мы очень верим, что и мы вам в чем-то помогли, ведь тоже стали немножко волшебниками. В эти заключительные минуты года хочется от лица всего нашего коллектива поблагодарить вас за то, что были с нами. Следили за актуальными событиями в жизни города, обсуждали новости в наших социальных сетях и поддерживали наши проекты. Мы желаем вам здоровья, успехов, благополучия в новом году. Продолжайте верить, несмотря ни на что. И самое настоящее и заветное желание обязательно исполнится. С Новым годом, наши зрители! С Новым годом, самарцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова